В этом году хору исполняется 205 лет. Хор ведет свою историю от певческого коллектива всекубанского казачьего войска. Первый состав исполнителей появился в 1811 году, то есть еще до войны с Наполеоном. В репертуаре хора и сегодня немало песен, которые исполняются с позапрошлого века. Мы с особым чувством ответственности относимся к приезду в Сочи. Для нас это испытание по одной простой причине, потому что приходят и сочинцы на наши концерты, которые знают нас, как говорится, все наши песни и поют вместе с нами. И вся Россия приходит в зал фестивальный на концерты кубанского казачьего хора. В юбилейной программе, которая называется «Большая казачья история», есть и премьеры. Это как старинные композиции, записанные в станицах и хуторах Краснодарского края, так и авторские произведения, созданные руководителем коллектива Виктором Захарченко. В Сочи кубанский казачий хор прибыл в полном составе. Это самый знаменитый коллектив Краснодарского края, это гордость России. И то, что кубанский казачий хор, свой тур и новую программу начинает в Сочи, это символично. Но я хочу сказать, что кубанский казачий хор себя считает еще и олимпийским хором. Принимали участие и в церемонии открытия олимпийских игр, и в церемонии закрытия. После гастролей в Сочи хор даст несколько концертов в Краснодаре, Сыктывкаре и Перми, побывает во Франции и Австрии. В конце октября выступит в Москве, в Государственном Кремлевском дворце. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...